1 июля Тверская область вместе со всей страной примет участие в общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию. Жители России будут голосовать сразу за несколько блоков поправок, среди которых правовой и социальный, историко-культурные блоки. В частности, в основном законе планируется закрепить понятие «человек-труда». Особенно важно это в нынешних реалиях, когда в период борьбы с коронавирусом государство уделяет особое внимание поддержке бизнеса и сохранению трудовых коллективов. Подробности в нашем следующем материале. Более 260 тысяч в сутки и около 8 миллионов в месяц. В таком объеме предприятие «Гекс» изготавливает необходимые сегодня медицинские маски. В цехе, где производство изделий поставлено, что называется, на поток, ежедневно трудится около 60 человек. Сам процесс полностью автоматизирован. От нарезки спонбонда, уникального композитного нетканного материала, до упаковки готовых масок в коробке. Производство автоматизировано и лишь на последнем этапе частично используется ручной труд и визуальный контроль качества. Работники, которые работают на масках, они только пересматривают бракованную продукцию и избежание попадания ее клиентов. То есть они на выходе забирают эти коробки с масками и пересматривают каждую маску. Они уже на автомате их как деньги просто проверяют. Увеличить объем производства масок предприятие заставило разразившаяся пандемия. Защитные средства здесь изготавливались и до коронавируса, но, конечно, не в таком количестве. И подобных примеров, когда кризисная ситуация стала толчком для развития и поиска новых решений, Тверская область за минувшие месяцы узнала немало. Впрочем, всего этого, возможно, и не было бы, если бы не беспрецедентные меры поддержки бизнеса со стороны как федеральных, так и региональных властей. Так, субъекты малого и среднего предпринимательства были освобождены от уплаты налогов, не считая НДС, за второй квартал 2020 года. Банки выплачивают МСП беспроцентные кредиты на зарплату своим сотрудникам. Снижены также страховые взносы. И это далеко не полный перечень мер поддержки. Этот пакет, он формировался по согласованию с предпринимательским сообществом, в частности, торговая промышленная палата направила не одно предложение туда. Многие из них были учтены. Без пакета помощи было бы совсем тяжело. Что касается его масштаба, ну, тут нет, как говорится, ограничений. Чем больше, тем лучше. Однако тот факт, что правительство уделяет четкое внимание решению этих вопросов, как на федеральном, так и на региональном уровне, он, безусловно, обнадеживается. О необходимости уделять большее внимание человеку труда и поддерживать трудовые коллективы нашей страны президент России Владимир Путин говорил еще в январе этого года. Во время послания Федеральному собранию лидер государства предложил закрепить в Конституции норму, согласно которой работодатель не сможет установить зарплату ниже прожиточного минимума. Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. У нас это в законе есть, надо закрепить это в Конституции, а также закрепить в основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения, имея в виду здесь и регулярную индексацию пенсий. Голосование по изменениям в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля, а в заочной форме фактически начнется уже 25-го и продлится целую неделю. В основном законе планируется закрепить целый ряд поправок, касающихся трудовых коллективов, заработной платы и понятия человека труда. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государствам гарантируется минимальный размер оплаты труда, не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. Российская Федерация гарантирует достоинство и уважение человека труда. Правительство Российской Федерации обеспечивает реализацию принципов социального партнерства и регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними, отношений. В Тверской области будет работать 1155 избирательных участков. Решение проводить процедуру голосования в течение недели было принято с целью не допустить большого количества скоплений людей на избирательных участках. Ситуация с распространением коронавируса по-прежнему непростая, а потому беспрецедентное внимание при подготовке голосования уделяется мерам санитарной безопасности. Те рекомендации и те порядки, которые прописала Центральная избирательная комиссия, позволяют свести к минимуму прямой контакт между участником голосования и членом избирательной комиссии в целях обеспечения санитарно-педагогической безопасности. Участникам голосования будет предложено высказать свое мнение по поправкам в Конституцию разными способами. Так проголосовать можно на дому, на придомовой территории, а также по месту пребывания, на предприятии или учреждении. Дабы проинформировать избирательную комиссию о том, каким образом вы будете голосовать, необходимо по 21 июня подать заявление в МФЦ, в территориальную избирательную комиссию, либо через портал государственных и муниципальных услуг. А с 16 по 21 июня заявления будут принимать на всех избирательных участках.